Спасибо большое. Коллеги, еще раз представлюсь. Спасибо, что вы пришли. Меня зовут Аня. И, возможно, вы пришли послушать доклад Максима, который был про безопасность, но буду выступать я и надеюсь, что я буду полезна и информативна для вас. Идея сделать такой доклад про работу аналитиков как консультантов и работу аналитиков на стороне заказчика пришел ко мне ровно год назад, когда я посетила Анализ Дэй в городе Москва. И вот я здесь выступаю перед вами. Весь мой доклад построен на моем личном опыте работы аналитика снаружи, роли консультанта. Это около пяти лет, наверное, суммарно я считала. И в основном это были проекты по внедрению и автоматизации процессов ITSM. В среднем это длительность, чтобы вы понимали, что это какие-то глобальные, наверное, внедрения ERP-систем и так далее. Это были проекты от полугода до года. И сейчас я работаю на стороне уже заказчика, такой аналитик внутри и занимаюсь более широким кругом автоматизации и внедрения бизнес-процессов в разные департаменты и HR, и IT, и в том числе наши продажные офисы и так далее. Длительность проекта здесь, она уже такая более короткая и составляет от нескольких месяцев до полугода. И в ближайшие 30 минут я хотела бы сначала все-таки сконцентрироваться и понять, дать такое описание, кто такие аналитики-консультанты, какие у них основные навыки, что они из себя представляют, кто такие аналитики внутри. И дальше мы посмотрим на примере реального проекта, как и кто себя ведет. Ну, наверное, прежде чем я уже начну, перейду к теме, хотела понять нашу аудиторию, кто из вас является представителем аналитиков-консультантов. Мы могли бы поднять руки. Так, есть такие, хотя я думала, что их будет большинство. А есть кто работает на стороне заказчика? Опа. Ну, немножко не так, как я предполагала, но ничего страшного. Надеюсь, остальным тоже будет полезно. Итак, кто такие аналитики, которые работают консультантами? Это, несомненно, люди, которые обладают знаниями предметной области. Если вы внедряете там CRM, сервис-дески и так далее, вы, естественно, должны знать о том, что вы внедряете. Опыт участия в аднативных проектах у вас также довольно на высоком уровне. Будет хорошо, если, ну, я надеюсь, что здесь все представители крутых аналитиков, которые обладают знаниями различных стандартов, шаблонов, практик, умеют составлять шаблоны документов и так далее. И немаловажно, да, у вас у всех есть опыт работы в команде. В команде таких же профессионалов, как вы, это и PM, и тестировщики, и разработчики, и так далее. Но максимально концентрируясь на своей предметной области, вас может поджидать опасность. И эта опасность следующая. Заключается она в игнорировании реальной жизни клиента. Все о реальной жизни клиента может рассказать вам аналитик, который работает внутри. И это, тут у меня картинка Доны. Не знаю, кто-то смотрел из вас сериал «Сьюц». Ну, если кто не смотрел, посмотрите. Это такая своеобразная Дона, которая знает про всех и все. И именно на слайде я отвечаю, что это уникальные знания, которые можно приобрести, только работая на стороне клиента. Например, у нас в компании, когда я начала работать, очень для меня было удивительно, что есть некоторые люди, которые работают уже на протяжении нескольких десятков лет. И если ты что-то внедряешь, то тебе не совсем очевидно, что ты должен с ними что-то согласовывать, потому что их должность не всегда соответствует тому этапу. Их должность не всегда соответствует тому, чтобы пойти к ним и что-то согласовывать. Но без их поддержки, без их одобрения вы вряд ли сможете дальше продвигать этот проект внутри. Так, дальше мне идет навыки аналитика снаружи. Возможно, то есть это все, что есть внутри. По опыту, так тоже расспрашивала нескольких своих коллег, что аналитиками внутри становятся те люди, которые пришли от работы с консультантом. Это чаще всего так происходит, но, возможно, я ошибаюсь здесь. Опыт участия в проектах внутри компании в разных департаментах. Почему я отмечаю здесь этот опыт как важный? Потому что внутри компании каждый департамент иногда, да, это как отдельная организация со своими привычками, навыками, ну, не навыками, а устоями и так далее. Например, опять же, у нас в компании, когда мы внедряем какие-то процессы, есть некоторые отделы, которым обязательно нужно писать бумажные инструкции. И вот без этих бумажных инструкций они даже не готовы начать что-либо делать. А есть некоторые отделы, которые никогда эту бумажную инструкцию даже не посмотрят, и им важно, чтобы с ними как-то интерактивно взаимодействовали, устраивали какие-то бизнес-игры или записывали развлекающие видео. Вот. И последний пункт, который я отмечаю для работы аналитика внутри, это высокий уровень ответственности, и он для меня кажется, наверное, самым важным, потому что, когда вы работаете внутри, вы концентрируетесь на решении именно бизнес-задач компании. Консультант, который приходит, да, и помогает вам иногда в решении, он придет, решит проблему, возможно, и уйдет. А вам с этим решением дальше жить внутри, вам его продвигать и поддерживать, и развивать. Однако, работая внутри, опять же, вы можете подвергнуться такому стугольскому синдрому. Сегодня уже несколько раз я слышала это, поэтому я думаю, что все вы знаете. Привожу вы здесь пример, почему. Потому что очень высокий соблазн, когда вы работаете на стороне клиента, у которого никогда не было никаких стандартов, они никогда не писали никакие планы проектов, никогда не осуществляли сбор требований, ни в коем случае не документировали это, и думали, что это, в принципе, вообще не важно. Так вот, очень важно оставаться при своих навыках и все-таки следовать тем умениям, которые у вас есть, да, и продвигать это в той компании, в которой вы работаете. Так, значит, мы вот рассмотрели теперь два этих типа, и дальше у меня будет пример проекта. Мне, наверное, не хотелось бы вдаваться в детали этого проекта, я скажу только верхнеуровнево, что это был проект по внедрению автоматизации процессов HR внутри компании, он затрагивал всю компанию, и задачу, которую мы решали, да, внутри, мы решали с помощью консультанта, поэтому здесь в команде был как аналитик-консультант, так и внутри команды был тоже свой такой аналитик, который отвечает за все информационные системы в компании. Но, опять же, без каких-то деталей, потому что мне кажется, что это может случиться в каждом проекте, и я думаю, что каждый из вас может быть что-то для себя сейчас отметить на определенном, на одном из этапов. Итак, что было и что есть обычно, да, на старте проекта у аналитика, который работает снаружи. Есть первичное понимание задачи, и, конечно же, там большое желание, наконец-то, начать проект. И это первичное, кстати, понимание обычно передано от его коллег, либо от sales manager, либо от руководителя проекта и так далее. И есть опыт выполнения похожих проектов. Что важно здесь вам как аналитикам делать? Как можно быстрее погрузиться в особенности клиента, с которым вы будете работать. понять, какой это тип, да, какие у него предпочтения, ну, вообще, какой это характер заказчика. И что вы можете, ну, как быстрее, да, погрузиться. Вы можете просить там своих, опять же, коллег, как можно раньше брать вас на встречи, либо интересоваться там с теми людьми, которые уже видели там этого клиента воочию, спросить, а как он вообще, и что он из себя представляет. То есть ваша максимальная задача – это погрузиться в клиента как можно раньше. Что есть у аналитика внутри? Да, у него непосредственно есть бизнес-задача, которую ему нужно решить, и в конкретно там данном проекте, который мы рассматриваем, ему нужно решить эту, ну, не нужно, а он решает эту задачу с помощью консультанта. И есть пока общее представление о там продукте, который будет внедрен по ярким картинкам, которые обычно показывают селс-менеджеры, которые, как правило, западают всем в память, и все сразу ждут какого-то чуда. Ну, по крайней мере, команда заказчика всегда ожидает такой же веселой и жизнерадостной картинки у себя. Но, к сожалению, в данном проекте этого не происходит. Чуть позже скажу, почему. Обратите внимание, внизу я нарисовала такие звездочки, которые будут от слайда к слайду показывать уровень понимания и такой уровень счастья со стороны заказчика. Так вот, ну, на старте проекта понятно, что понимание пока находится на начальном этапе, а уровень счастья почти близок к максимальному, потому что отчасти заказчик уже ждет, когда же эта красивая картинка от селс-менеджера будет у него. Переходим к модели из-из. Здесь все, как, наверное, опять же, стандартно. Аналитик проводит интервью. Интервью все по какому-то шаблону, опять же, собранному за период работы. Плюс в данном проекте еще было совмещено, сразу же были там требования собранные. Ну, в общем, все вместе здесь было. И мой призыв на этом этапе – как можно раньше начать показывать примеры, реальные примеры того, что планируется реализовать у клиента. Я понимаю, что не всегда это сделать можно, и это сложно, но лучше принести с собой, не знаю, какие-то скриншоты предыдущих с тем, или наверняка у всех там есть стенды выполненных проектов ранее. Покажите, и вы увидите, опять же, реакцию клиента. Даже если она будет отрицательной, пусть она лучше будет отрицательной на старте проекта, на начальном этапе проекта, чем потом. Наверное, вы все знаете правило 10-100 тысяч, что цена ошибки в начале более низкая, чем эта ошибка. Эта ошибка будет вам стоить намного дороже в конце проекта. Что есть внутри у команды заказчика? Опять же, по своему опыту могу сказать, что для заказчика не всегда этот опыт, не всегда этот этап несет какую-то ценность, и он не всегда понимает, что они тут от нас хотят. Но работа именно аналитика внутри важна сейчас. И так как он обладает уникальными знаниями в жизни клиента, важно предоставить эти уникальные знания консультанту, чтобы он побыстрее вник в особенности жизни этого клиента. Познакомить его с всеми заинтересованными лицами или чемпионами, это я называю таких людей, которые активны в компании и много чего знают. Опять же, по своему опыту я советую, несмотря на то, что там огромную работу делает консультант, фиксирует там все протоколы и описывает бизнес-процессы, если вы работаете внутри, и старайтесь фиксировать все самостоятельно, в том числе. Постарайтесь до того, как будет готова модель 2B, которую сделает консультант, описать этот бизнес-процесс самостоятельно и согласовать его внутри компании. Ну и опять же, помните, что в начале оценка стоимости ошибки, она не такая высокая, поэтому можно пока еще ошибаться. По этапам, после этапа, соответственно, описания модели EZ, мы переходим в… Ну, понятно, что она там согласована, все согласны, что заказчик понимает… Консультант понимает, каков бизнес-процесс у заказчика, что требуется сделать. Переходим к модели 2B. По, опять же, своему опыту работы консультанта, это такой самый интересный, наверное, этап, когда вы начинаете генерить все идеи, придумываете, как выстроить процесс, описываете различные там схемы, роли и так далее. И что не происходит там в этом проекте, к сожалению, да, это не демонстрируется никаких первоначальных прототипов или того, что реально может понять и оценить заказчик. Со стороны мы получаем такой 50-страничный документ описания, огромный, ну, не том, конечно, но все-таки документ, который очень уникальный и обладает, так сказать, особенным языком, да, который понимают между собой аналитики, но очень редко понимают бизнес-пользователи. Вот в данном проекте это была команда HR, там в этот период у них там проводилась куча всяких трудовых инспекций, кризис, много людей увольнялось и так далее. То есть, естественно, у них нет ни времени, ни возможности прочитать, а еще хуже понять весь этот документ. Поэтому в данном проекте комментарии только к данному документу может дать аналитик, но, к сожалению, это плохо, потому что не ему использовать эту систему, да, он будет только в дальнейшем как такое поддерживающее звено. Что вы можете сделать здесь, опять же, как аналитик внутри? Избавить пользователя от штива. Здесь имею в виду следующее, что старайтесь, несмотря на то, что там бизнес-пользователи вам скажут, что все окей, там, пусть этот документ будет согласован, дальше потом посмотрим, как-нибудь разберемся. Так вот, не поддавайтесь этому, лучше садитесь и прочитывайте совместно, да, с заказчиком, ну, с бизнес-заказчиком этот документ. Старайтесь проводить, может быть, какие-то, опять же, ролевые игры, ну, которые сэкономят времени от прочтения этого огромного документа. Ну, обращаю внимание, здесь количество звездочек, счастье, немножко уменьшилось, потому что, конечно, читать такое большое количество документации никто не любит. Далее идет разработка. Тоже, да, я понимаю, там, со стороны консультанта всегда активный этап, но на этом этапе, к сожалению, часто бывает, что вы забываете про своих, про своего клиента вообще. Вы погружаетесь в работу, взаимодействуете с разработчиками, тестировщиками и так далее, но клиент в этот момент иногда недоумевает, а куда же пропал наш консультант, такой активный, который постоянно у нас тут все у нас выспрашивал. Так вот, не забывайте о своем клиенте, делайте какие-то, хотя бы еженедельные, да, отчеты о проделанной работе. Лучше, конечно, было бы это показывать уже какие-то результаты, которые у вас есть, да, допустим, если вы уже реализовали какую-то часть бизнес-процесса, покажите ее и посмотрите вместе с заказчиком, пусть он потестирует. Или, не знаю, устраивайте там, опять же, скайп-колл-конференции. А внутри, в этот процесс, в этом этапе команда ждет чудо, ту красивую картинку, которую показывал селс-менеджер. Но аналитик внутри, который работает, не должен там ждать со всей командой чудо, он должен все-таки требовать от консультанта каких-то первичных демонстраций, каких-то первичных результатов. Так, и вот он, этап внедрения, когда были наконец-то показаны первые, первые прототипы, первые результаты той разработки, которую делал консультант. И вот они получены, первые замечания со стороны заказчика. И здесь, как бы, я хотела бы отметить следующее. Важно очень, я понимаю, что, наверное, там каждый всегда готовится к демонстрациям, но все-таки вижу при работе с консультантами очень часто, что приходится как-то исправлять, ну не то, что исправлять, а если, допустим, в вашем проекте какие-то сложные ролевые модели, и вы приходите, ну лучше заранее записать какие-то видео, а не использовать там постоянный логин, логаут. Все это очень, только путает заказчика, и он не может оценить реальную полезность и правильно ли все сделано в проекте. Делайте качественную рыбу. Опять же, наверное, каждый из вас встречался, что иногда мы там заполняем просто поля 1, 2, 3, x, y, z, ну просто показывая, что все работает, все окей. Или, не знаю, там называем какие-то компании о ромашку, рога копыта. Я думаю, что у каждого в проекте там такие примеры были. Но если у вас уже есть какой-то реальный клиент, реальные заказчики, зачем использовать такие примеры, если есть реальные, да, лучше сразу делать все качественно. Так, и я здесь обращаю внимание, что уровень звездочек постепенно растет, и растет он потому, что только сейчас консультант видит, как реально систему начинает использовать. А внутри, к сожалению, чуда не произошло, потому что заказчики не увидели той красивой картинки, которую показывал им сейлс-менеджер, а увидели немножко другую, и она не столько красива, но не менее функциональна. Аналитик не должен останавливаться, он должен находить плюсы, проводить повторные демонстрации и продвигать все равно, да, дальше это решение. Несмотря на то, что все было не соль и радужно со стороны спонсора, все равно система была запущена в опытную промышленную эксплуатацию, и здесь я помню, получила такой комментарий со стороны консультанта, наверное, комментарий запомнил навсегда, что, да, он действительно признает, что некоторые действия в системе действительно неудобны, но отвечает следующим образом, да, возможно, это было бы сделать удобно, но сейчас реализовано ПТЗ, и никуда нам уже здесь не деться, потому что времени на исправление уже нет, поэтому единственный вывод, который я здесь делаю, это все-таки закладывайте больше времени на этап опытно-промышленной эксплуатации, когда ваши пользователи действительно сталкиваются с системой и начинают в ней работать, а не просто представляют о том, как они будут в ней работать. Для аналитика внутри это такой тоже очень активный этап, когда все шишки, все валится на него, ему нужно быть, опять же, активным, не останавливаться, проводить постоянное обучение, может быть, опять же, записывать там видеоролики и так далее, взаимодействовать активно с консультантом, потому что он, естественно, там намного больше знает именно по продукту. И здесь я помню фразу своего руководителя, который говорит, что на этом этапе аналитик идет по пустыне, ему одиноко, он, никто ему не даст воды попить, только все, наоборот, будут его пинать и говорить, что все не работает, все не так, все некрасиво, непривычно, но вам важно идти дальше, и этот путь вы обязательно пройдете. Ой, к сожалению, здесь вот счастье немножко уже остается, но совсем мало. Я не знаю, здесь ли есть интернет, но если, наверное, нету, ладно, есть? Ну ладно, в общем, я пропущу, наверное, этот слайд, и перейду уже, наверное, к выводам, потому что остается мало времени, посмотреть ролик сможете дома, он довольно веселый. Итак, как же все-таки добиться, да, положительного результата в проекте? Наверное, на этот вопрос довольно сложно ответить, но вот разобрав так проект по этапам, я для себя сделала такую некую работу над ошибками, возможно, она там будет вам полезна. Если вы работаете снаружи, да, со стороны консультанта, как можно раньше начинайте прототипировать, показывайте реальный интерфейс программы, или системы и так далее, даже если он еще не до конца готов. Чаще общайтесь, не забывайте, да, про своих клиентов, и используйте интерактивные технологии. Пользователи очень любят красочные видео, различные бизнесы, игры и так далее, и очень любят большое количество документов. Предлагайте несколько вариантов. Никогда не следуйте правилу, мы сделаем, как вы скажете. Наверное, вы все знаете такую фразу, что если вы намеренно хотите завалить проект и при этом остаться невиновным, сделайте так, как говорит клиент. я надеюсь, что вы здесь все не такие. И в наше сложное время будьте гибкими к изменениям, и это вам поможет достичь максимального понимания заказчика. А если вы работаете внутри, то всегда помните, что консультант никогда не решит вашу проблему. Он может только предоставить варианты решений, а выбор останется за вами. Выбор и дальнейшая жизнь с тем, что предоставил вам консультант. Всегда делайте больше, чем консультант. Опять же, проводите внутренние встречи, бизнес-игры и так далее. Ищите чемпионов или центров влияния, как я их называю. они помогут вам продвигать решения внутри компании. и опять же, немаловажно, будьте активны, и тогда будет максимальный уровень счастья. Наверное, все. Спасибо. Может быть, если есть какие-то вопросы, я готова ответить. А приведите, пожалуйста, пример самого раннего перехода на прототипирование. Ну, вот, я на самом деле говорила в начале, да, ну, то есть, я бы брала на старт проекта, да, если у вас есть какие-то, ну, не прототипирование, а примеры, да, уже можно брать на старт проекта, то есть, показывать, как вы реализовывали, допустим, аналогичный проект в другой компании. А именно прототипировать, ну, не знаю, наверное, уже там, на модели 2B, то есть, вы строите процесс, и можете хотя бы часть этого процесса показать, как он будет выглядеть. спасибо. Ну, больше нет. Еще вопросы, может быть? Это была реклама отчаян? Ну, нет. Ну, наверное, больше нет, да, если что, я пока здесь могу ответить. Спасибо вам. Спасибо.